Фотар Луш, он говорит, понимаешь, что самая главная его проблема в том, что он не может определиться. Андрейка в жопе батарейка. О, Боже мой. На слово Порошенко все начинает падать. А вы общались с Зеленским в жизни когда-нибудь? Я работал уже в 95-м квартале. Дядя Вася алкаш от магазина лучше, чем Путин. О, работа, блядь. Сидишь, хуячишься с красивой женщиной в виски. Мужики все завидуют. Я вот, может, пишу. Вот для этого хотя бы стоит становиться поэтом, да? Конечно. Сидишь себе ранним утром, изображая поздний вечер, когда уже можно глотнуть вискаря. Глотаем. Я вчера разговаривала с одним нашим знакомым о вас. И он мне сказал, понимаешь, или слушай, вот Орлушин говорит, понимаешь, что самая главная его проблема в том, что он не может определиться, он поэт или он актер. Во-первых, я точно не актер. Ну, и я так себе поэт. Ну, то есть, поэтом меня стали называть, когда я начал писать рифмованные тексты. Это не мое само название. Но, тем не менее, на этом поприще вы снискали славу. Не только слава. Слава, выходи. Слава здесь. Скажите, кто-то любит. Ну, конечно, мы бы не встретились со славой. Если бы я не был поэтом, сегодня мы с ней не встретились бы здесь. Ну, какую... Ну, как вы себя идентифицируете? Ну, как? Вот чем вы занимаетесь в жизни? Вот, чтобы я об этом когда-то задумался. Я давно говорил, что разница между моим поколением и поколением моих родителей, что они в 50-е уже готовились к пенсии, напомню, в серьезе так, и были. Старели быстро. Сейчас мне 62 года, и я не знаю, кем я стану, когда вырасту. То есть, мы купили с Леной квартиру в Батуми с видом на море. Хотим там купить мастерскую. А Москва вообще пригодна для жизни? Москва говно. Причем я об этом говорю очень давно. Москва вне зависимости от того. В Москве многие люди вынуждены жить и потом придумывать, за что они любят. Потому что это единственное место, где что-то происходит. Где зарабатывают деньги. Раньше в Советском Союзе, а теперь в России. Если нравится архитектура 19-го, начала 20-го века, то, конечно, Петербург, который я тоже считаю некрасивым городом. Ну, то есть, для меня он слишком такой холодный. По дому, к дому, к дому стоит. Для того, чтобы в Москве от одной красоты дойти до другой, нужно ехать по пробкам на такси 20 минут. Если в Москве есть 10 мест, которые мне нравятся, я могу приехать, ну, не знаю, в Мужгород, и от одного красивого места до другого, сделать два шага, потом повернуться и увидеть третий. Предположим, так раз та, которая мне нужна. Для меня Любовь... Ну, для меня Киев тоже некрасивый город. Некрасивый? Он очень приятный. Почему же свинство-то? Почему? По-моему, прелестно совершенно. Она прелесть, это да. Но когда мы говорим о красоте, это эстетическое наслаждение от конкретно взятого взгляда. Посмотрите вот сюда за окно, это красиво? Вот выгляните за окно, это Киев. Это некрасиво. Потому что вы когда думаете, красивый Киев, каштаны, горка, там, золотые, где-то купола, то есть это вид с моста Патона при въезде. А когда ты едешь по мосту Патона в обратную сторону, это красивый город или нет? Вот скажите мне свое мнение. Ну, тотально красивый городок я видела штук пять. Секунду, я задаю конкретный вопрос. Если вы едете от Борисполя, там, ну, или откуда-то, по Харьковскому шоссе, и выезжаете на мост Патона. Справа у вас красиво, а слева у вас некрасиво. Ну, то есть, понимаете? Я понимаю, о чем вы говорите, да. Поэтому есть города тотально красивые, эстетические. А есть города с серьезным... Киев мне очень мил. Например, жить здесь я точно мог бы. Когда-то там была даже квартирка на Красноармейской. Чем вы? Армейской. Вот, но... А что делают города пригодными для жизни? Вот особый ритм какой-то. Мужчины – это работа, деньги, развлечения, красивые женщины. Это все в Киеве есть. Ну, то есть, это делает город пригодным для жизни. Если там есть где заработать столько, сколько ты хочешь, а потом ты работаешь, сколько ты хотел и мог, заработал в два раза больше, например. Ну, это есть, здесь есть где и кем работать. Здесь работа есть и журналисту, и вору-карманнику, и политику, и, не знаю, и таксисту. А мне вот наш общий друг рассказывал о том, что вы еще там два месяца или три месяца назад поспорили относительно того, что Зеленский будет президентом. Ну, а он говорил Порошенко или не знаю что. Нет, тогда уже он... Вот хорошо, что мы не сели там. Это ничего. На слове Порошенко все начинает... Подожди, все, продолжаем, ребята. Это отлично. На слове Порошенко все начинает рушиться. Это мы вырезать не будем. Я вижу, что никто не дергал берег. Это мы вырезать не будем, и должно остаться. На слово Порошенко все начинает падать в этом мире. Давайте я попробую. А теперь я скажу слово Зеленский. Ничего не рушится. Значит, это будет хорошо. Это просто опыт вот технолога бывшего, да, когда вы понимали что происходит я просто люблю в разговоре если у меня есть мнение подтверждать это иногда материально ну то есть показать что я не просто потрепаться что называется ну тем более я прекрасно себе представляю что такое что 50 тысяч гривен это для меня как бы понятные и внятные деньги я знаю как их потратить я знаю как и заработать в украине я знаю как заплатить налогов с этих денег ну то есть не но андрей если вернуться все-таки она даже была мотивирована чем-то то есть почему это же странная история да когда человек который вообще вне системы чек который не занимался системной политикой второй плюс никогда не за перечитайте еще и в отрицательные качества от не отрицательное качество качество по которым его атаковали я не знала и него отрицательных качеств честно говоря может быть мы будем его атаковать позже если он этого заслужит вы голосовали за зеленского я голосовала не за порошенко я скажу так вот ведь же а вы все-таки говорили зеленский почему если у меня есть опыт общения с человеком личный и этот человек близок к принятому но выйти по пути который он себе наметил если меня опыт положительный скажем у меня был положительный опыт до папства общения с иваном павловым вторым свой тылой поляк мне он как папа тоже там хотя и не католик но меня устраивала его политика я знаю достаточное количество людей профессиональных так называемых политика я знаю откуда они взялись откуда взялся этот опыт каким он какими деньгами и грязью этот так называемый политический опыт дается это можно не учит предположим там брать фракции деньги за голосование не учит в высшей школе политики или экономики это наработанный опыт с которыми они потом идут на на выборы то есть врать на в обещаниях тоже нигде нет такой школы и и школа юного президента дети расскажите мне почему вы опоздали на урок трамвай сломал ногу бабушка под него попала этого же нет поэтому для меня человек в этой ситуации без опыта а так как я участвовал в политических серьезных компаниях создания партии и в том числе последнего президента в девяносто девятом году то я понимаю что когда мне говорят кто если не путин например ну даже до ситуации с ужаснейшей войной крымом и вот всем что происходит сейчас за что ему прощение не будет никогда даже если он десять раз извиниться и приползет на коленях там не знаю в херсонес и так вот когда это был человек ниоткуда у меня не было против него даже там каких-то особых вопросов даже его прошлые в госбезопасности меня не очень волновало в девяносто девятом году волновать начало уже в двухтысячном в 2003 расклад что точки невозврата пройдены но но когда мне говорили а кто если не путин я отвечал любой другой человек любой вот в этой ситуации любой дядя вася алкаш от магазина лучше чем путин но и логика понятно логика понятно и у меня ощущение но сразу скажу что и не собираюсь никого в украине учить советовать или там упрекать в чем-то страна сделала выбора я вижу сейчас этот выбор уважают к сожалению моему сожалению чем без относительно к порошенко выбор уважают очень немногие потому что те кого оказалось в процентах меньше искренне считали что и должно быть процентах больше то есть это искреннее удивление для людей которые якобы понимают все и остальные но вот это неразумная страна или там но много было сказано вещей про то что 75 процентов идиотов ну то есть вы слышали их здесь наверняка больше не читают и слышу граффити на улице ну то есть для меня ну как если а вообще не зеленский в жизни когда-нибудь я работал уже в девяносто пятом квартале но поэт резидент вот ежедневные новости из украины и россии для чистый news тогда у вас есть свое эксклюзивное впечатление о нем не сегодняшним а тогдашним вот интересно что значит тогда я не думаю что он изменился мы все меняемся каждую минуту нет нет я не меняюсь как думаю вы если подумать есть психологические тесты я не меняюсь лет шести вот если я помню себя с четырех то перемены у меня были там два может быть раза в жизни есть люди когда говорят почему он стал там не знаю плевать водителю в своем роллс-ройсе на спину где год деньги меняет человек я знаю людей которые деньги не меняют когда мне говорят власть меняет человека я знаю людей которых власть не меня это и есть идеальная власть если но с моей точки зрения зеленский останется потому что актер не всегда актер актер когда разговаривает со своим ребенком предположим он не актер когда он разговаривает с мамой желательно чтобы он не был актером актер на сцене и актерские навыки я думаю только пригодятся умение шутить и придумывать шутки и даже если хорошо написаны чужие сценарные шутки повторять качественно так что зритель верит несомненно пригодится и в дипломатии везде то что на него будут смотреть с улыбкой это это положительное качество то что на него будут смотреть по росту некоторые сверху вниз он от этого уже привит годами актерства то есть он привык смотреть на людей снизу вверх и быть выше их понимаете да что это это наоборот преимущество ну то есть никто не припоминал роста наполеону когда он выигрывал там битву при аустре и ай вот если говорить о глобальных процессах на самом деле вот я смотрю если анализировать вообще в принципе что происходит в мировой политике последние 20 лет эта система глобально меняется потому что все больше приходит к власти людей которые ну не системной политики которые люди как бы не отсюда которые люди без бэкграунда этого политического ну самый знаменитый пример трамп дача который пришел в политику про рамки бизнес темный трешевый буржуй понимаете системный буржуй это одно системный политик это другое нет такого понятия политик понимают люди которые 30 лет делают но меркель системный политик она там 40 лет делала карьеру в политике потихоньку переходя с этой ступеньки на эту с этой на я считаю слишком долго а если бы там 30 лет танцевали стриптизе и завтра вдруг стали губернатором то вы пришли не из системы поэтому даже начали 30 лет танцевал в стриптизе я сказал на его за вы попали в точку 32 года лучший стриптиз клуба и биться андрейка в жопе батарейка ху боже по шучу не было это так вот мне стриптизерша приятнее очень многих профессиональных политиков по причинам которые я вам сказал если она раздевается честно и красиво и если это разрешено и нужно ничего плохого в ее профессии я не вижу я например не люблю ходить в стриптиз клубу мне не нравится атмосфера которая идет из зала и на которой отвечает стриптизерша со сцены то есть когда когда она делает когда стриптизерша начинает заниматься популизмом популизмом то есть это тогда как раз кончается танец потому что если она показывает то что ее просит вот тоже самое с политиками как только начинает делать все что просит снизу забудьте о стране повысьте всем пенсии там снести всем налоги это понимаете все население любой страны если сравнить со школьниками на уроке и вот представьте выходит задаем классу вопрос что мы лучше хотим больше хотим например кино про ковбоев индейцев или про робота роботов-трансформеров ну предположим заниматься веселым анонизмом в школьном туалете курить за спортзалом или контрольные по математике угадайте что ответят школьники если им задать это вопрос без присутствия учителей ну то есть и честно честно отвечать на вопрос чтобы вы ответили конечно же контрольная донял а если задают вопрос директор школы за две недели до экзаменов все дружно голосуют за математику при этом детям она не нужна но для образования нужно вот такие же вот эти ну как таблетки есть или мороженое когда у тебя ангина что вкуснее ну то есть вот эти горькие таблетки а почему юль не получилось как вы думаете красиво умная там это системная это с моей точки зрения вкусовщина ну то есть скажем это женщина совершенно не типа привлекательного для меня поэтому мне слово красиво и я там а почему для вас не привлекает нас интересно знаете мужской взгляд он же как бы совсем друг мужской взгляд у каждого мужчины разные поэтому иначе мы все дрались из-за там было бы страны были бы разрушены из-за того кто жениться на мэрилин монро если она всем было оказалось нужно вот я при тип мужчины которым вот такая красота не привлекательно да ну начнем с того что если говорить если я встретил не в держа здесь в ресторане женщину с таким лицом как будто и ну то есть сзади натянули ну то есть слишком туго косичку завязали поэтому напряжение все убивают конечно за кому нужна напряженная женщина если она хочет себя продавать мужчина напряженная никого не нужен напряженный мужчина это немного другое она женщина бывает мороза где напряжена то есть напряжение и чем снимать напряжение так вот если бы я женщину с такой прической как была у нее сделанная один раз как грим для мультфильма коса если бы она ее сняла на второй день но она же ее реально как для меня коса тимошенко это все равно что парик кобзона ты все равно не скроешь что ты лысый ну то есть вот это для меня это неестественное какое-то время воспринимал эту косу как троллинг но она затянулась как низ какая-то коса я согласен если вот если бы женщина предвходит на вечеринку или куда-то на свидание безвкусно одетая вы думаете ну может прикололась может вы решила что сегодня нужно оранжевый в зеленый горох носить ноут если на вид в этой же в этом же платье появляется на следующий день то ты понимаешь они что-то со вкусом мне все таки у меня ощущение что тимошенко сейчас же еще нет у вас предвыборных кампании еще не начал верховную раду да у меня есть ощущение но я знаю людей которые по бизнесу работали с тимошенко я знаю людей которые по переговорам работали с тимошенко мое ощущение что это знакомый мне тип вороватого политика который изображает себя другое это мое ощущение потому что назовем вещи своими именами в делании там в свое время тимошенко и ющенко очень серьезно участвовали мои хорошие знакомые из россии и политтехнологи и деньгами ну то есть я знаю чем что там хороший мой покойный друг борис березовский вы к этому делу приложил такой немаленькую свою руку а вы знаете в чем дело если мне скажешь что это девушка которая вот сейчас не знаю в детском саду работает воспитательность что я видели там на трассе где она продавала если это было даже 10 лет назад все равно какой-то осадочка остается у меня по поводу юли есть такой осадок а если вас позвали полгода назад как кризисного менеджера по компании сказали сделать что-нибудь к ней не пошел бы не пошел бы не просто не пошел бы просто не пошел бы причем тут не десна было попробовать переодеть я стричь я пробую и сказать чтобы она просто стала другим человеком расслабилась это тип человека который мне принципиально не нравится а вы работали все только с теми кто нравится да это это условие но тоже не вместо этого врача не может лечить только те кто ему нравится когда есть большой спрос то просто можно выбирать выбирать когда стоит очередь этот вы 9 пройдите симпатичники с голубенькими глазками есть же не все равно с кого деньги брать если есть спрос я был востребован всегда пока этим занимался а сейчас нет я бы считал что я слишком ну практически как в женщину влюбился в украину достаточно давно и для меня это было бы работа против с моей точки зрения принципиально против государства которое мне нравится и которые ну я серьезно я считаю себя там политическим украинцам живя в россии с русским паспортом гормональный уровень зашкаливает и он легко снимается вручную я шизофрения в счастье и нам обоим это нравится изменилось ваше отношение к смерти там ну да в детстве мне похороны нравились блиц андрей а сама сама там облиц умная или красивая жена по хую про ваше отношение женщинами и по много говорили и собственно и написано много а почему опять же я же так понимаю что женщина в 15 лет в 20 в 40 и в 60 нужно в общем-то ну кроме нас и кому нужна женщина о чем вы говорите в 15 лет мне кажется женщина нужнее всего лет нужно женщины потому что мне рассказывать мужчина лет лет нужна женщина с разворота плейбоя это идеальная женщина в 15 лет женщина гормональный уровень зашкаливает он легко снимается вручную но даже ски разные вещи это тоже самое только иногда бывает приятнее окей хорошо тогда я жив 62 года я понимаю тогда зачем нужна женщина во-первых женщина если я правильно понял намеки про гормональный фон и физические отношения во-первых поговорить мужчина же интереснее или это другая природа разговора вообще совершенно друга мужчине ты не интересен а вам не интересны другие мужчины мне не нужно еще со собеседниках все все безеду все равно на тему секса с мужиками конечно да ладно кого трахнет на работе это переговоры называется кто у кого уведет жену это разговоры о дружбе в пивной ну то есть и очень часто заканчивается физическими обниманиями в конце концов и будет она и вот она нам достается больше красивых женщин то есть я целиком поддерживаю гомосексуализм потому что это повышает мои самцовые шансы ну а если вот вернуться к вопросу это женщина нужна мне кажется человек другого пола нужно энергетически потому что они ну я не знаю мужчины там и женщины решают друг друга страха когда тип тебе внедряют страх тебе не так страшно жить когда есть в темноте кого обнять когда есть с кем поплакать когда есть кому рассказать то что ты не можешь рассказать другим ну и как-то так или это просто опять же бабские фантазии а на самом деле я думаю социальные штампы еще спасибо да она хорошо для чего-то даже сейчас ты обнимаешь каком мерзавца ты стоишь плакать а потом он от тебя уходит другой и нахер было нужно такое обнимание ну понимаете но даже состояние минуты все равно ваша женщины в разговоре всегда были интереснее чем мужчины хотя есть разговоры которые вынуждены вести с мужчинами то есть женская компания чувствую себя удобней в обществе любимая женщина особенно если она умеет водить машину потому что я машина не водил ни разу жизни ни разу жизни сидел на водительском сиденье не хотелось нет удивительно говорят что мужчины в крови сегодня дописывают автомобиль в крови бензин тогда все его не было точно у александра первого наполеона и галилео галилео маши автомобили всего лет до 110 на 50 автомобиль старше на 50 лет всего чем я но понимаете да мобильный телефон моложе меня на 30 лет но то есть есть какие-то вещи сейчас нам кажется как же я жила бы без мобильного телефона да вот так было великолепно как бы мы жили без интернета бе-ли-ка-лепно женщине важна красота но наверно красота это удобство что это значит почему почему длинная нога удобнее чем коротко или грудь третьего размера удобнее чем грудь первого размера я не согласен наоборот конечно вот статус интересная вещь потому что я не знаю женщины и мужчины по разному оценивают по моему и очень часто ошибочно то что такое красиво понравится ну как но я не знаю мужчин вот здесь сидит и стоит четверо мужиков которым бы несколько лет назад нравились вот эти низкие женские джинсы из которых торчала торчал их кусок попы или трусы но я не знаю мужиков от женщины носили всем потому что им казалось что это всем нравится я вот мы только что вспомнили про березовского и я хотела вас спросить вы наверное я не помню вы тоже принимали участие вот в этом сборнике а вы на время березовского или нет не принимали а почему вам предлагали нет не предлагали для того что я во первых я был политтехнологом наша дружба с борисом всегда происходило без компаний и как бы за кадром то есть я никогда публично рядом с ним ну кроме его выборов 99 года депутаты государственной думы от карачаева черкесии больше ни на одной фотографии со мной не найдете потому что я не не интересно было бывать на приемах днях рождения я когда читал эту книгу но мне было интересно исключительно и чтобы просто почувствовать эту атмосферу больших перемен которые были в 90-х они были связаны во многом с березовским я обратила внимание знаете на какую-то такую особую тональность этих интервью многих людей начинают банки автора к петру авину я бы обратил внимание так и собственно авин и и же автор этой книги в том-то и дело да поэтому для меня большая часть этой книги не интересно потому что это интервью про авина и мнение авина про березовского из многих кусков но я разговаривал с большим количеством людей которые являются авин выбирал тенденционного хотите сказать в общем авин выстраивал интервью и вопросы и потом редактировал с моей точки зрения для того чтобы это больше книга правильных для меня но вот получился какой-то к такой к сожалению какой-то общие знаете некорректно развязанный тон по отношению березов каким бы он ни был но это имел колоссальное влияние на насколько мне понятно никогда дружим с березовским не был на этом но мое ощущение и здесь какие-то позитивные моменты их общения преувеличены для того что якобы добавить объективности андрей знаете почему об этом заговорила потому что так случилось во первых верить либо то что это было самоубийство нет у меня были вчера я на балконе снятой квартирки читал как раз прошли вопросами за достаточно часто в том числе в дружеские компании не верю в шарф наедине и в смерть не верю нет я считаю что это было не самоубийство хотя со мной не согласны и семья и многие близкие там но возможно я не знаю я его по британская полиция тоже сомневалась сломана рука еще что-то там же были обстоятельства секунду для меня главное это отсутствие логики осмотра место преступления для меня странен шарф на котором уж знаете человека если решил системный достаточно пусть в плохой ситуации человек повесится скачет найдет веревку но понимаете да здесь шарф и вешаться на этом занавеска держатели в ванной то что вы себя в доме не найдете место покрепче потому что мы все знаем что за нее и задерживая навеску это я вообще как я падает для мужчины какой-то странно спой для женщины ухода ну можно просто таблеток до выпить и зачем так сложно но начнем с того что возможно когда тебе убивает это несложный уход из жизни вот но с другой стороны сейчас там игорь малышенко в испании повесился вот человек от которого я тоже этого не ожидал скорее всего нет суицидальные тенденции их невозможно уже дружили их невозможно с игорем евгеньевичем нет мы когда-то немного работали но вы были у них на свадьбе я был на свадьбе да но я свадьбе был скажу честно ну как бы близкое понятие к так тамаде или там я придумал каких-то песенок для этого но другое дело что там было такое количество моих знакомых которые я знал с 70-х годов на этой свадьбе и близкие знакомы что я там скорее всего я скорее смешался с толпой гостей как артист я это конечно конспирологии я понимаю и я могу сказать что я не продолжу микро мысли что суицидальные тенденции чак не суицидальный понять не может ну так же как никто не может там нормально чик не может понять как это там поймать лес и полосе четырехлетнего ребенка износил может что там насиловать ну то есть думать нормально человек какое и тем более что люб ни один человек не поймет там измучен натуралов человек который до 50 лет был натурал потом стал гомосексуалист потому что с той стороны никто не возвращался то же самое как и из смерти поэтому можем придумать вот чтобы я сделал если я был березовский вот взял там ты бы взяла таблеток а я бы там купился хорошую веревку и правильно по интернету завязал там техасский узел который не развяжется никогда шелковый шарф от самый ненадежный способ мне это кажется ну потому что на нем невозможно повесить тем более он без узла был всегда эту шелку поэтому развязался как он мог как двигали развязанный узел там через который продернут что он как шнурок себя что ли самое завязывал бантик еще потом сделал чтобы симпатично лежать как код леопольд ну я понимаю отлично что нужно быть внутри депрессии чтобы понять эту логику вас часто бывает депрессия ну у меня слава богу в клинической депрессии никогда нет не был никогда слава богу но говорят что точно страшно у меня друзей была депрессия я видела как-то страшно когда человек по три недели не встает с кровати и говорит я не хочу ничего нету не понять у меня не было ну вот но у меня шизофрения к счастью и нам обоим это нравится это биполярка 3 3 полярка полярка пока третий ходит за за виски то во мне живут два человека когда он возвращается они на троих вот я хочу вернуться знаете к чему может эта идиотская конспирология и не очень тактично но тем не менее борис собраве бирюзовский был держателем колоссального архива а который был сделан вот в доме прием благоваз которого но они же там снимали все время записывали так далее соколов ну во первых записывали те которые потом его и убивали все охранники возьмите лугового там соколов сейчас арестован насколько я знаю а луговой нет то есть вы думаете может ли это быть так что но вот бирюзовский это вот как бы какая-то одна линия или это просто идиотское предположение нет вы туда еще того листью приплетите и листьев нет почему но это же все-таки другая история другая компания понимаете я эти же люди были носители информации очень серьезные эта информация во первых не так добив добывается не так затыкается рот это я думаю что личные обиды личные обиды людей которые имеют возможность совершить физическое насилие назовем эту группу так и можем ее сузить до одного человека понимаете да из 5000 сотрудников внешней разведки и 10 тысяч добровольных сотрудников которых поверьте слишком много в киеве что здесь чувствует это человек никогда не был сотрудником внешней разведки ну вот которым мы смеем ввиду один человек вы знаете нет ну во первых я другого человека имел ввиду если вы говорите о путине то не угадали дело то что нет у которого есть механизм использования любого способа насилия над любым человеком в любой точке мира но предположительно да потому что будет нажатие там двух кнопок и нет лос-анджелеса если там кому-то на ногу наступили на переходе в санта-монике но понимаете да зависит от от того на чем человек взрывается то в такой ситуации архив но архивы логоваза насколько я понимаю во первых не думаю что там в те времена в начале двухтысячного была возможность даже хранить сквозную запись серверов бы не хватило никогда ну то есть писать все разговоры это как вы знаете диски уже были на которых можно было много информации ничего первых там ты не сохранишь на этих диска где диск это один из самых ненадежных тем более что наверное они писали тогда все таки это не знаю информации давно можно было цифровать ее давно можно было завести в швейцарский большинство разговоров в клубе логоваза было про французское вино симпатичных молодых девушек большинство поверьте я участвовал в тех разговорах изменилось ваше отношение к смерти там например там с юного возраста когда в первый раз увидели как кого-то хоронят с детского да и сегодня ну да в детстве не похороны нравились прикольных нравились ну конечно собирается народ ну как кого-то несут ты же не понимаешь что навсегда несут ну вот проводы в армии был были большими похоронами меня это в одной из самых больших потрясений проводы в армии были большими похоронами лишь два года это больше чем вся жизнь человеком прощались навсегда люди там дарили друг другу самые ценные что было джинсы потому что говоришь и через два года никаких джинсов не будет это был 79 год например как вы понимаете после восемьдесят первого прошло еще несколько лет джинсы пока на нас нет у меня спокойно и не религиозная у крайне спокойное отношение к смерти я точно знаю что если у меня будет какого-то рода диагноз по которому уходили наши знакомые которая заканчивалась после всех лечений траты всего остального страшный в мучениях смертью я имею ввиду как я уверен что я не хотел бы и не хочу и я надеюсь не будут цепляться за такую жизнь потому что я видел как доживали последние годы там ваня дыховичный еще многие мои близкие друзья и знакомые и мне это точно не надо мы кстати если говорить об отношении к жизни к смерти сейчас у нас поездка по украине вот сегодня мы в киеве концертик у меня будет в любимом местечке в докер пабе но это когда вы это увидите он уже давно будет прошедшим так что пропустили вы все зрители офигенный вечер так вот отсюда мы едем в одессу оттуда мы едем вилково в дельту дуная посмотреть как там мои любимые старообрядцы староверы живут накопав себе город на воде потому что не было ничего никогда земли оттуда через молдавию мы едем в прикарпать и где мы на гуцульской свадьбе в семье которые уже много лет мне вышивает вышиванки и мои девушки линия вышивает бисерном платье у них внучка выходит замуж они нас позвали я думаю вы не только русские может быть там на той гуцульской свадьбе может и там вряд ли будет кто-то из киева или с другой части украины кроме соседней деревни вот ну что для меня очень лестно это моих очень любимые люди а то оттуда мы как раз едем через закарпатье мы перейдем в румынию где-то в районе хуста там и там есть уникальное совершенно кладбище называется она веселое кладбище чем это ру весели это православное кладбище на котором на каждой могиле нарисовано то чем занимался человек если бабка гнала самогона нарисовано самогонным аппаратом если мужика переехал трактор он нарисовал трактор мужик если человек был пьющий вот или был учителем то там школьник доска указка и стихи но стихи эти написаны в таком трешевый рок-н-ролли с 30-х годов это единственных не в другой веселое кладбище это достояние человечества юнеско продаж соседней деревне начали тогда один человек вырезал писал стихи их долго на этой такси из бухареста зачем же ты доехала до нашей деревне в эти 6 часов утра 9 мая сбила наш 4 летнюю деточку гореть тебе разберут тебя черти на части засунуть тебе карданный вал выхлопную трубу и маму твою на бухарестском автомобильном заводе штамповочную машину тоже имеет очень плохой человек и испортит ее и она взорвет это это года жизни не о до смерти в том-то и дело они бывшие но они были когда-то даками удаков принципиально до христианское отношение смерти это боем погиб в бою домой и там спокойно ты можешь видеть например на распятие на входе на кладбище христа мучают люди в австро-венгерской форме там тридцать девятого примерно года и наказывают день черти и дьявол наказывают тоже австрийских солдат уж хуже это как изображающих римских легионеров ну то есть и если человеку венгры отрезали во время второй мировой на голову и и не нашли туда он нарисован без головы а голова лежит отдельно и вот для меня вот такое отношение к смерти как раз я не вы позитивное ничего в этом позитивного нет ну грустно что там ты больше не увидишь своего дружка с другой стороны искать в этом знаки в в словах человека я думаю что многие люди становятся значительными после каких-то событий там кому-то кажется что когда он тонул что-то он увиделся на днем думаю что так как у дмитрия фантазия хорошая может ему чай привиделось интереснее и он еще об этом расскажет а вообще ну а не интересно это я слушать его литература же пережила много разных там периодов и были какие-то вообще там очень пафосные пахальные периоды типа серебряного века была там русская классика 19 конец восемнадцатого а что сегодня происходит с литературы в принципе потому что ведь как бы там очень положено не тоже что и все же всегда полная фигня читать нечего потому что во времена я собирал первое издание серебряного века там текст мандельштама или гумилёва там белой или там камень 200 экземпляров и этого хватало больше читателя не было если бы они могли продать 500 экземпляров был бы тираж 500 зато у какого-нибудь загозкина или этого вот этих всех милевича у них тиражи тогда были 10 десятками тысяч это было народу нужней так было и так будет всегда пушкин при жизни действительно не самые издаваемые растут никому кроме литераторов практически не нужно то что идет тиражность хайп там ну то есть мода на что-то ну да пелевина и сорокина читают ну как бы да все понятное считаю пелевиной литературой предположим я не могу его читать для меня это плохой он реальный персонаж как вы думаете конечно да ну потому что всегда всегда что когда-то где-то его видели но на самом деле он реально не появляется нигде все расшифровались все включая там суркова который начал там свои книжки писать лучше бы кстати книжки писал для вас важен статус скажите мне статус какого плана то любого но я да и известный поэт я там у меня слава а ко мне должны относиться мере не был известным поэтому меня сегодня не было концерта докер пабе а и соответственно этим концертом я окупаю поездку со своими друзьями по украине грузинским друзьям даю мои любимые куски украины и и она целиком финансируется буквами которые я написал это смешно прикольно и для меня нетрудно является для меня для меня скорее статусом является возможность одного из немногих среди поэтов на это жить так как я хочу понимать статус для кого-то у кого с полным уважением зарплаты но скажем я за концерт я пенсионер пенсию меня сколько там наверное тысяч 18 рублей если скажу что я сед два или три года пенсии я получаю гонораром за концерт с михаилом ефремовым в каком небольшом зале два года за два часа то нафиг мне нужна пенсия и нужен мне не статус но мне нужна возможность делать то что я хочу желательно ничего и получать деньги за то что я делаю желательно больше чем я заслуживаю ну то есть это нормально желание любого человека мне кажется но у меня они оправданы уж мне это удается это правда вот и здесь почему это мне удается я не знаю ну то есть мне иногда странно какие стихи люди просят прочитать на концерте или из-за чего люди каким образом идут ну то есть это я одна при не знаю сейчас что я буду читать сегодня вечером на концерте мне нет плейлиста а как вы вообще-то делаете то есть вы как-то готовитесь вы думаете об этом вечера перед концертом собираю его и это зависит от того где в состоянии настроения публики если я выступаю в какой-то там доме офицеров или во дворце украина ну то есть или каком-то вот таком же к воркинге или open space и это одно если я буду выступать сегодня в пивной это будет да совершенно другие стихи потому что там не уместно будет эти самые взгляды в небеса и разговора очень добрым вечном когда наступил 14 год и скажем андрей макаревич на песнях который там воспитывалась там несколько поколений он а выступил против политики государственной россии и все эти люди которые воспитывались на его песнях которые его обожали которые считали его своим кумиром они все точно с таким же азартом как и не его обожали а там измазали его дерьмом скажешь национал предатель и прочее основанный на откуда вот это основанный на реальных событиях анекдот про андрея вадимовича рассказывал мне саша кутиков тоже имеющий отношение к машине времени и автор многих замечательных песен машины сказал как году 85 в давние довольно годы они 90 они выходили после концерта чтоб сеть машину и кадре вадимович подошел человек с физическим недугом это был так называемый маленький но ту их нужно для пункта и сказал андрей вадимович я вырос на ваших песнях понимаете я воспитан на ваш на вашем ты а у неё метр 05 роз он вырос на песне и он не хотел пошутить потому что он когда он рос но имеется ввиду понимаете да это не шут он сказал то что искренне думал так вот так же я воспитан на ваших песнях это такая же ерунда вы что думаете кого-то научила чему-то битва с дураками например или кто-то на как воспитаться на тексте об этом я много говорил с хорошим их другом андреем на его детских или юношеских песнях я скажу и организовал концерты машины времени в 73 году когда был в девятом классе и по школам то есть я знаю не под не понаслышке у меня на выпускном играла машина времени и арац две группы машина времени за 60 рублей и группа арац за 80 потому что было более популярная и известна так вот на песне вместе рубили канаты и вдаль уходил земле и ветра на пели и каждый пятый как правило было у руля объяснить мне как нас тут каждый пятый как правило обычно как что каждый четвертый у руля или каждый это бессмыслица это в детский рок-н-ролл и таких моментов в этих песнях очень много нельзя воспитаться на песнях виктора цоя нельзя можно получить импульс какому-то воспитанию даже как я считаю что нельзя воспитаться на песнях вакарчука но предположим или на песнях тогда обобщим все те а какой они к воспитанию тогда вся эта мифология о воспитательной роли искусства о том что да многие люди ну смотрите песня которая стала не испытывайте люди о вашем влиянии например вот чуть ли не гимном ставшие там я не сдамся без боя да она что пробой про войну она стала на любви вообще она любви многие люди повторяя эти слова там думают совершенно о другом ну и а что мои мои я тоже надеюсь что кому-то это поправит настроение или мозги ну чтобы кого-то воспитывать и больших иллюзий не испытывайте на эту тему я надеюсь что никто не воспитывается на моих стихах я говорю что там когда мне задают вопросы о политике говорю я задавайте политологом и здесь мы с очень простой у меня столько стихов которые научат детей плохому вы же не скажешь на первом седьмом двадцать третьем стихе воспитывайся 5 1222 это тебе после 19 лет это вообще херня полная ну то есть понимаете да такого тоже ведь полно научите детей плохому это может самое главное вообще на самом деле но я бы вашу лучше узнать разговорный мат из моих стихов чем на ржавых трубах за больницей не знаю нюхай клей блиц андрей а сама 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 блиц окей сама блиц как вы пришли к профессии ведущей я бы это блиц отвечать нужно в одном предложении абсолютно органично естественно я очень люблю красоваться я же человек демонстративный за завтраком алкоголь да конечно было не часто но было в основном отпуске папа из последних отношений с мужчиной я в случае если вы из них уже вышли вы вышли с потерями для себя психологическими любез мне никогда не бросал мужчины вот в этом вы бросили его с потерями для него да да то есть пофиг на этом наш быть закончен а теперь я можно можно сама ваше успешное возможно произведение вот как вы считаете что удалось чтобы что было сама такое который просили вас везде и просят до сих пор нет это снима не любимые мной стихи которые не знаю насколько здесь иностранный язык из иностранных он считается говорите нет так получилось что два стиха в свое время вне зависимости за всякого промо распространились по интернету когда их не начали присылать тогда не было соцсети еще и говорит что приколись вот стих ну то есть почему человека не веселое лицо назовем его так заебалу назывался этот стих в котором кстати была высказана моя позиция неизменившийся к юлии тимошенко уж там было заебала украина ющинки и балла тимошенко блять скотина тоже заебала это написано 14 лет назад вот моё отношение к сожалению большинство персонажей того стиха до сих пор занимается тем же чем занимались понимаете видимо я попал в нерв потому что там и в россии и в украине и в казахстане на этот стих там народ помнит многие до сих пор потом был стих почему не так холодно блять который тоже но всем нам зимой холодно пушек может привык ко всему и там может быть мне страну поменять кстати путин совсем ни при чем и соседи с еблом кирпичом просто мне очень холодно блять но мне холодно реально в москве и в киеве зимой тоже холодно вот и и стих про надувну и ксению собчак дали мне возможность пусть такое не раз прошли по интернету сделай сами без помощи несколько кругов когда там миллион ориентонов дали мне возможность люди меня стали звать в клубы стихи мои нелюбимые но это мои кормильцы а если бы если бы был battle например возможно ли был баттл ботки баттл с каким-нибудь чеком который тоже может быть с каким-нибудь человеком ну например там я не за с тем же быковым он пишет он говорит вы говорите он говорит вы говорите можете так быстро реагировать или вообще нужно в виду фристайл до стихи ну наверное можно получится какая-нибудь фигня то есть говно стихи получится но может быть очень весело ваша версия почему достаточно но обидно и очень смешные правда вот эти стихи про волочков и собчак почему не так нравится самим носительницам о них часто читаю не уверен что они им нравятся ну я думаю что в 8 или 9 лет говорил что на них не читал и не слышал собчак сделал прививку так называемых политтехнологиях то есть если за день до того как тебя конкурент назовет гомосексуалистом в листок и еще в случае если это оправданно то ты говоришь ну да я пьяница гомосексуалист видите и уже после этого не тоже запоминается они поймут что это известный прием да я пидарюга ложь я пидарюга вот и попробуйте сказать что ну вот например возьмем меня у юбы у юбок трус и алкоголик вот если я это написал то после этого назовите меня 10 раз у юбком 8 раз трусом и 12 раз алкоголиков мы не совершенно по-ху-ю за последний год самое сильное ваше впечатление политическое эстетическое еще какое-то не впечатляет эстетически не знаю я может быть солянка в кафе бобры и утки в москве самые сильные впечатления прошлого года почему нет а если если в мире писателя которые когда вы их читаете вы думаете ну как он это делает и чувствуете такой как он может его нет приступ зависти нет я не за писатель вашей не мечтаю стать писателем я не издаю книги потому что мне не нравится к ней понимаете я издал одну книгу и это считаю ошибкой а вам не нравится просто и не нравится книги да я двоечник 6 мне любые предложения издать в том числе за достаточно внятные деньги я от них отказываюсь что такое для вас алкоголь жизни алкоголь это жидкость включающая спирт и воду которая входит в мой жизненный цикл умеете ли вы что-то делать руками мы не мастурбации еще да нет ни о ней да что обмы не про мастурбации нет нет я люблю делать это в редкий я в носу не говорятся что еще но не знаю вот так показывать умею ну то есть руки вообще прикольная вещь хотя очень мне непонятно общаетесь ли вы сегодня с аркадием бабченко сегодня нет но после того там что случилось а что случилось я написал траурный стих по поводу его смерти меня за это забанил на фейсбуке тот он принесли домой оказался он живой ну я общаюсь перед напишем друг другу я не мне больше нравится нас ничего не смутило в этой истории все порядки до меня смутила реакция людей на то что он уже потому что все должны скаю были сказать ну слабого хоть один уже понимаете потому что но примерно как сейчас оживи там пришел бы мой дедушка вдруг домой я чтобы ты охуел дед мы мы тебя похоронили от и расширяешься и сидит говно тогда ну ты не радуешься люди думали что их разыграли но эти случаи происходят в этой имитации убийства она происходит в америке во франции это не то что стал жертвой спецслужб я думаю что не так много выбора тем более еще и вот наверняка еще с большими глазами рассказали что в 8 с ножами 10 9 с топором и еще один из лондона летит умная или красивая кто я но вот если выбирать знаете обычно удавалось совместить эти полет кокаин или водка все же не ваше дело деньги любовь при условии что надо что-то одно надо что-то ну другого не будет теоретически ни одно из перечисленного в списке не является для меня обязательным условием жизни люди которые к или были ли такие люди которые оказали влияние на ваше формирование мое формирование слияние клетки матери и сперматозоиды отца считаю главным событием своей жизни я думаю перед программой выпивает не нет у меня был случай сейчас на неделе две назад или нет нет перед выборами как раз в украине программа я у меня телевизор дома нет зашел к маме мне идет соловьев два этих украинских псевдоэксперта которые там на окладе в останкина и один какой-то но более-менее внятный парень украинский знакомый меня по лицу но не помню как зовут и они говорят что вот и у вас юморист вас комики вот эта вся ерунда понятная совершенно фигня и тут горит но у нас то у нас хоть юмор хороший говорит соловьев это какой у вас хороший но он говорит как его театр эстрады который казанов это живет там 18 век готова что а у нас ведь тоже хороший его приезжает от вас орлов с ефремом собирают большие залы то ведь да это нет дубы то что вы скажете ну орлуша этого пьяная мерзкая скотина которая недостойно называться не человеком не поэтом нет но видимо для него звание не гордое но просто и не достойно называться вот это ефремов а мишки пора бы бросить пить мешки но вот мишки а я пьяная мерзкая скотина так я сказал когда что я у себя на фейсбуке написал что если меня этот похвалил значит я что-то делаю неправильно а так значит у меня все нормально если мы все считает трезвого пьяной скотиной вы знаете у нас был концерт тоже с ефремовым в питере и пришел саша невзоров там ну одетый как охотник на вампиров кожаный там плач серебряный пуголь у него номер он приехал на бентли внедорожник бентли само по себе смешно вот на бентли ну куда на рыбалку может съездить и у него номера 666 интересно какова история этого чудесного превращения потому что я же понял там лет я считал конченым ублюдкам пока он не стал говорить внятные вещи про православие там и извинять так вот и закончу историю меньше на концерте не пьет никогда и перед концертом бывает что он пьет между съемками или там но его пьяным никто никогда не видел на площадке да невозможно заработать пьяным так как работает в театре видели например на площадке театре был пару случаев у него этих давно забытых но так как у него в ролях очень много пьяных только например случае в самаре где мы начали кричать там он остался в образе и как пьяный мужик он ведь пьяный английский мясник ну вот роль пьяный я видела я не говно английский мясник ему говорят да он похож на пьяного ну да ну вот и невзоров что-то какую-то часть разговора меньше отработал два с половиной часа 18 номеров там моих стихов морда красная прочь на нем грима была сменена 9 или 10 раз ну то есть кожа просто в раздражении выкладывать невзоров какую-то часть разговора ведь но орлов вообще видно на героиня с утра а этот но я видела я убил куска видела это видео устал самому было но 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 вот откуда люди так это бесконечной истории ну как бы один недавно написал если орлов не бросит пить том до 50 никогда не доживет а мне 63